Уменьшить число нарушений правил дорожного движения такая задача стоит перед дорожно-патрульной службой. Под особым контролем водители без прав на вождение и нетрезвые граждане за рулем. На улице Комсомольская была задержана девушка за вождение без прав. На вопрос, почему она села за руль, не имея водительских удостоверений, не дала ясного ответа. Объясните, почему вы садитесь за руль без прав? Ну, все равно вы так ездите. Это мое право, я отказываюсь от комментариев. За езду без водительского удостоверения водителю грозит административный штраф. Кроме того, ее транспортное средство было помещено на специализированную стоянку. Те, кто берется управлять транспортным средством, не имея для этого прав, могут уже сейчас готовить кошелек. Так, будучи лишенных прав на вождение или не имея их вовсе, накажут штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. В ходе рейда был задержан 15-летний житель Кызыла, который перешел дорогу на запрещающий сигнал светофора. При этом чуть не спровоцировал ДТП. Но, к счастью, все обошлось. Почему создаете препятствия с лишним транспортным средством? Документы, удостоверяющие личности. Документы, удостоверяющие личности, есть у вас паспорт. Представите паспорт. По отношению к данному гражданину был составлен протокол об административной ответственности. К наказанию в виде штрафа в размере 500 рублей. Никак не дойдут до автошколы. Ехал оказать срочную помощь другу. Сел за руль всего на 5 минут. Сотрудники ДТС за годы работы слышали многое. За езду без водительских прав предусмотрены следующие виды штрафов. Управление транспортным средством водителям, не имеющим право управления транспортным средством, за исключением учебной езды, влечет наложение административного штрафа в размере до 15 тысяч рублей. Управление транспортным средством водителям, лишен право управления транспортными средствами, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательный работа на срок до 200 часов. Повторное совершение данного административного правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере до 100 тысяч рублей, либо обязательную работу на срок до 200 часов. За повторное вождение без прав или вождение в алкогольном состоянии данные действия влекут за собой уголовную ответственность. В частности, принудительные работы. Один из тех, кто находится в исправительном центре, получил три года наказания в виде принудительных работ за вождение в нетрезвом состоянии. Ему осталось еще два года. Мне дали принудительные работы, я работаю и получаю зарплату. Главная цель исправительных работ – то, что они дают шанс водителям, чтобы они исправились и бросили пить. В будущем вы не усвоили какой-то урок? Да, конечно. На сегодняшний день в центре содержится 143 человека. В исправительном центре граждане отбывают срок от трех до пяти лет. За преступления, связанные с употреблением алкогольных напитков за рулем, на сегодня содержится 42 человека. Шесть из них – это за совершение ДТП в пьяном состоянии и 36 – севшие за руль повторно в состоянии глокольного поединения. Всего за шесть месяцев текущего года задержано 2964 водителя, не имеющих прав управления транспортным средством. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что управление транспортным средством лицом, не имеющих водительских удостоверений – это не только грубое нарушение ПДД, но и ситуация, которая может привести к серьезным последствиям и человеческим жертвам. В соответствии с законодательством запрещено управлять транспортным средствами, не имея водительского удостоверения или соответствующей категории водительских прав. Исключением является управление автомобилем во время обучения в автошколе под руководством и присмотром инструктора по вождению. Усиленные рейды по выявлению граждан без прав продолжаются. Игнорировать закон или нет – по сути личное дело каждого. Только всякий раз, садясь за руль в нетрезвом состоянии или не имея прав на вождение, стоит подумать не только о сумме штрафа и уголовном наказании, но и о тех, кто по стечению обстоятельств окажется рядом. Инна Клоянчих, Анданга, Казаматачур, телеканал ТУВА-24.